Привет, друзья! Привет! Сегодня у нас долгожданное обещанное видео «Вопросы-ответы». Сегодня будет первая часть, и именно «Ответы от детей». Когда мы предложили зрителям нашим задать нам вопросы, они оставили полторы тысячи комментариев, даже больше. Да, и там еще в каждом комментарии было по несколько вопросов. Поэтому мне пришлось выбрать из огромного-огромного количества вопросов, наиболее самые интересные, самые популярные. И так как вопросов очень много, то мы решили разделить на несколько частей видео. Сегодня будет первая часть «С детьми». Знаете, какой самый популярный вопрос? Нет. Кем хотите вы стать? Художником только. Да, художником. У меня две вещи. Marine Biologist. Вы знаете, что это такое? Marine – это подводное что-то. Это биологисты, это про них все знать или учить. Ну да, сайентист такой. А второй? Футболист, по-моему. У меня два выбора. Один из них – это… Один из них понятный, а один, который вы не ожидали. Какой? Один из них – это художница, а второй, который я говорила непонятный, это ученый. Ученый? Ага. И в какой области ты хочешь быть ученой? Ну, не знаю. В науке. Второй популярности вопрос был связан с русским языком в Америке. Как относятся одноклассники к тому, что вы знаете русский? Никак. Они удивляются. Для них это необычно, да? Очень необычно. Коля, а у тебя в классе? Даже не… Они просто говорят «Кху» и уходят. «Кху»? Бай-бай. Вот друг твой к нам приходит, когда в гости мы по-русски разговариваем. Хотя он дома по… На каком он дома разговаривает? Временис. У Коли друг, он вьетнамец, и у него дома на вьетнамском разговаривает. Поэтому, когда приходит он к нам, то как он реагирует? Я не знаю. Но друг не удивляется, когда у нас в гостях, да, что по-русски мы разговариваем? Да. Лизочка, твои одноклассники как относятся? Я случайно, что у вас в классе четыре девочек, разговаривающих по-русски. Ну, они думают, что это слишком круто, и все время спрашивают, как это по-английски, как это сказать. Ну да, по-русски. То есть они с восхищением относятся, да? Примерно такой же вопрос. Как в американской школе относятся к русскоязычным детям? Не слышали случайно ваши дети обидных слов в свой адрес, из того, что вы русские? Нет, никогда. Только, о, круто, или ничего, да? Да. Ну да, да. Сколько у тебя примерно в классе детей, у которых язык дома другой, не английский? Девять. А в классе сколько учеников? В классе тридцать два. Получается, что треть где-то детей, у которых дома разговаривают на другом языке, поэтому в принципе ничего удивительного нет, правильно? Да, я знаю все эти разные языки. Один русский, это я. Другой французский. Да, даже на француз? Это, да, там, Джои. Еще три, они азиаты, и четыре, это Marshall Islands. Что это такое? Где-то на... Острова какие-то, да? Да, Marshall Islands. А, это островитяне, все, окей. Соня, у тебя в классе сколько иностранцев? Ну, не иностранцев, а кто разговаривает на другом языке дома? Я не знаю. Не знаешь, потому что все на английском в классе разговаривают. А у тебя, Лиза, помимо четырех девочек русских, сколько? Один. На каком он на языке дома разговаривает? Не знаю, но он какой-то французский. Французский. Чувствовали вы когда-нибудь по отношению к себе ненависть из того, что ваши родители из России или что-то такое? Нет. Вот когда-нибудь что-нибудь плохое про Россию от детей вы слышали? Нет. Нет, от меня только хорошее. Дети что-нибудь говорят вообще про Россию вам? Рассказывают? Или хоть что-то, хоть какое-то мнение высказывают? Нет. Ни плохое, ни хорошее? У меня хорошее только, прямо вау говорят. Вопрос тоже из этой группы, но не связанный с языком и с Россией. Было ли такое, что вас когда-нибудь задирали и обижали другие американские дети? Нет. Ну, чтобы кто-нибудь там что-нибудь в васаре видел, один и сказал. У меня в первом классе один мальчик на меня прямо прыгнул. Я почти упала. Но это не связано с тем, что ты русская, да? Это связано с тем, что мальчик вот так плохо себя ведет. Угу. Угу. Это нехорошее. А, он тогда нечаянно, да? Нет. Специально? Угу. Почему? А, ну, наверное, ты ему понравилась. А, ну. А что будет с теми детьми, которые других обижают? Что с ними будет? Вообще, в Америке, вообще в школе принято, чтобы они, дети, других обижали? Нет. Нет. Это плохо очень. Экспелд. Ну, и что с этими детьми бывает, которые задираются и обижают других? Меньше всего это родители позвонят. Вот, так в середине это suspended, и suspended это мешкой на несколько дней уходишь. А экспелд, значит, ты в школу больше это не можешь ходить. В другую уходишь в школу, да? Да. Да, нужно. Обязан. Ты в колледж не сможешь ходить, если ты экспелд сделаешь один раз. Серьезно? Да. Что? Если выгонят из школы, то в колледж запрещено поступать? Ну. Что? Ну, проценты просто вниз идут. А, окей, меньше шансов поступить в колледж. Очень меньше шансов. А, нормально. Какие страны вы хотели бы посетить? Я бы посетила, ну... Я бы... Чуть-чуть каплику Россию. Я бы Австралию, Испанию, Россию и... Я не знаю. Ты, Соня? Россию. Ну, в связи с этим у меня куча вопросов тоже. Хотели бы вы жить в Россию? Хотели бы вы поехать погостить, если да, то в какой город? Начнем с того. Хотели бы вы жить в России? Нет. Только пойти на несколько дней и потом вернуться. Абсолютно нет. Коль? Я не думаю. Нет. Почему? Не знаю. Вам в Америке нравится жить? Мне нравится в Америке. Кольте? Мне нравится в Америке тоже. Лизочка, а ты почему категорически нет жить совсем в России? Потому что там, может быть, бывают землетрясения и всякие торнадо, а у нас тут никогда нет. Не бывает там землетрясений. Там, где я родилась и росла, там не бывает землетрясений. Но я все равно не хочу туда идти. Так, ну а просто в гости съездить в Россию? Да. В какой бы город вы хотели? Москва. Москва, Воронеж мой наш. Воронеж. Везде, везде. А Санкт-Петербург очень красивый город. Да. Раньше назывался Ленинград. Откуда ты знаешь? Ты мне сказки читала. Это не сказки, а рассказ. Да, рассказ. Ладно. С дядей смешного, который это все перепугал. Рассеянный с улицы бассейн? Да. И ты мне рассказала, что Санкт-Петербург раньше назывался Ленинград. И там же написано Ленинград. Хотели в русскую школу сходить? Нет. Если, кстати, есть вопрос. Хотите ли вы учиться в русской школе? Нет. Слишком много русских школ. Это я детям сказала, что в России много домашних заданий, они перепуганы. Да, мы теперь боимся, а школа там в России как огня. Когда кое-кто из них ленится делать домашнюю работу, то я сразу привожу в пример русских учеников, и для детей страшно, как страшилка. А в русской школе знаете сколько домашнего задания? Переходим к следующей группе вопросов. Их несколько таких вопросов, но смысл один. Какие любимые предметы в школе у вас? И какие из них вам даются более легко, скажем так? Начнем с Сони. Мне нравится музыка больше всего в школе. Ну что, я не буду говорить математику, потому что я терпеть не могу математику. И других, потому что... Хорошо. А это... Сайенс не нравится? А социал стадис? Немножечко. Немножечко. А физкультура? Да. Физкультура и музыка тебе, да? Да. Какие тебе предметы легко даются? Математика и музыка. Математика. Коль, у тебя? У меня, я думаю, математика. Нет, давай сначала. Любимые какие? А, физкультура и... И библиотека. А какие тебе даются легко? Математика и социал стадис. И там писать все легко. Да, Коля все легко дается. Я могу сразу гарантировать. Лизочка. Тебя любимые какие? Физкультура и музыка. То же самое, да? Как мы... А легко даются? Математика. Ну и другие предметы, скорее всего, у тебя тоже хорошо, да? А какие нелюбимые предметы в школе, Соня? Я догадываюсь. Математику. Коля? Не знаю. Тебе все равно, да? Тебе все легко дается. Тебе все равно. Ага. Лиза, какие у тебя нелюбимые предметы? Ну, я думаю... Английский? Компьютерный класс. Компьютерный класс не боялась. Раньше я библиотеку боялась, а теперь люблю. А компьютерный класс тоже. А раньше я компьютерный класс любила, а теперь забоялась. Компьютерный класс как класс? Технология называется, да? Да, технология называется. Следующий вопрос касается вашего общения дома между собой. Много вопросов в различной форме, но смысл один. На каком языке вы чаще разговариваете, на каком вы думаете и на каком удобнее разговаривать вам. Я начну со старших, потому что у них немного другая ситуация, а у Лизочки с Никитой тоже немножко по-другому. Давай с Сонечкой. Сонечка, у тебя как? Я как-то немножечко смешиваю русский и английский. Ну, как ты думаешь, сны тебе на каком снятся? Русским. И английским иногда. Когда ты думаешь о чём-нибудь, вот ты сама с собой в комнате, на каком ты языке думаешь? Опа. Что касается учёбы, на каком ты думаешь? Русским. Хотя английским. А что касается каких-то таких вещей, которые не касаются школы? Русским. Русским. Ну, я так и думала. Так, Оля, у тебя как? Оба так же. Как и у Сони? Нет, всё оба так же. На каком вам удобнее языке разговаривать? Меж собой и вообще? Мы просто как-то перемешиваем русский и английский, и получается... Микс. Что-то. Миксимакски. Окей, ладно. А когда вот вы вдвоём, я слышу, вы внизу разговариваете, вы всегда на английском. Вам удобнее между собой на английском? Да. Просто быстрее говориться почему-то. На английском быстрее выразить мысли, да? А когда ссоритесь, на каком вы языке? На английском. Оба. Только на английском. Потому что я слышу, когда вы переходите на ссоры, у вас сразу английский язык только. Переходим к Лизочке. Потому что Никита у нас практически не разговаривает по-английскому, поэтому мы к нему с таким вопросом не пойдём. Лизочка, тебе проще на каком разговаривать? Ну, мы всё время, как известно, разговариваем по-русски. Да, в семье вообще мы между собой все разговариваем по-русски. Только старшие дети между собой общаются на английском. Семья у нас. Когда ты думаешь, на каком языке думаешь? Ну, как на английском, но больше этой части на русском. Сны на каком снятся? На русском. Удобнее на каком разговаривать? Русском. Всё, у Лизы практически всё русское, только в школе у неё. Но это только временно, когда она достигнет возраста Сони и Коли, у неё будет так же, как и у них. Хотите ли вы ещё братика или сестрёнку? Нет. Нет, тут такое собачило между нас будет. У нас кошка уже есть. Нет! Нет! Ссоритесь ли вы, и как часто это происходит? Это, давай скажем, случается. И у них это всё время. Почти всё время иногда у них там тихо. Ну, хорошо, дети не хотят признаваться. Я скажу, что они ссорятся, там вот эта парочка внизу, а вот эта парочка наверху. Вторая вот там, нет ли, ссорится. Ага, они просто на кровати там бегают. Соня с Колей в основном ссорятся за территорию, обычно за территорию ванны. Мама! Соня с телефоном зайдёт, а Коля не может взломать дверь. Я там мою своё лицо. С телефоном? Нет, она сидит там три часа. А Коля, как ты по-английски ей говоришь в дверь? Get out of you. Уходя тебе. Так, а у Сони основная претензия, что когда она хочет пораньше лечь спать, Коля никак не уляжется, он Коля поздно ложится и всё время какие-то свои дела делает. И Соня даёт спать. Вот основная причина, по которой каждый вечер ссора. А вот... Я права, вот скажите, дети, я права? Да. Да, ещё утром, когда я должна мыть моё лицо, там Коля сидит долго. Да. Опять в плане? Я думаю, что, не знаю, разница две минуты и двадцать пять часов. Всё, сейчас опять поссоритесь. Лизочка, признавайся, из-за чего вы с Никитой ссоритесь? Ну, мы ссоримся за тишину, боремся за неё. Вот я это, за тишину говорю. Говорю, а я с тобой изграть и разговаривать, я говорю, не буду я. Вот так говорю. А он говорит, а я тебя разбил белой папиной. За игрушки ссоритесь? Нет. В игрушки они играют, да, правильно. Они в телефонах играют. Следующий вопрос касается, вернее, вопросы касаются еды. Первый вопрос. Ваша любимая еда. Какие угощения вы любите в Америке и в России? То есть, ваша любимая еда вообще и какая любимая еда из России, русская и американская? Соня, какая у тебя любимая еда? Сморс. Сладость. Это американская сладость? Да. А следующая это пицца. А из русского что-то лучше, из русского магазина? Или еду, которую я тебе готовлю в русске? Боч, пельмени, котлеты. Или которую нам просили. И котлеты. Пельмени и котлеты. Мои любимые. А из русского магазина с вкусняшки тебе нравится? Да, там очень вкусно, там очень сладко. Так, пряники. 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 Лиза Халгу любит тебя сразу. Не, не, я это люблю, что-то из той посылки, помнишь? Нам тетя Ия прислала. Помнишь, она нам мясли такие прислала? Мясли. Я их люблю. А еда из Америки, ну... Я маленькие сосисочки люблю. Американские? Да. А пельмени, ты же пельмени можешь съесть большое, огромное... Или ты уже перелел их? Ну, помнишь, как у меня живот от них болело? Я их переела. Я о них думать уже не хочу. Понятно. Коля, у тебя американская какая любимая еда? Любимая еда из всех. Вообще, да. Вообще любимая еда, а потом американская какая русская? Американская, может быть, пицца. Я не знаю. Я не знаю. Хорошо. Гамбургеры любишь? Нет. Любишь из мексиканского что-то, что в Америке продают? Я знаю, что такое нравится тебе мексиканское. Чмечанг? Что-нибудь такое любят? Ага, я это хотела сказать. Коля американская, не любит. Коля, мексиканская нравится. А сладости американские эти какие-нибудь нравятся? Мы же много покупаем. Ага. Какая? Много всего. Так, ладно. Коля растерялся. Из русского что тебе нравится? Из того, что я готовлю, и из русского магазина. Есть что-нибудь, что тебе очень нравится? Типа твои торты. Ага. Очень. Нямы, нямы. И еще твои пирожки. Нямы, нямы. Так, значит, я давно не делал детям пирожки. Мама, я еще пирожки. Мама, я еще люблю те твои треугольные такие. Сахаром. Ты посыпаешь и... А, язычки? Да, язычки. Мамина еда самая вкусная. Они просто такие, гоники такие. Любимые цвета? Желтый? Синий, 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 желтый. Лиза розовый. Я знаю. Желтый, синий и розовый. Правильно я вам сказала? Нет, это не желтый. Ну, сказала, желтый, синий. Мама, я это еще и сиреневый и голубой начала любить. Какие у вас любимые книги и знакомы вы ли с русской литературой? Фазимат. Это начинается с английского, да? Потому что здесь будет еще вопрос, на каком языке вы читаете книги? Хорошо, давайте лучше начнем. На каком языке вам больше нравится читать книги? Английском. Английском. А Лизочки? Естественно, русским. Какие у вас любимые книги? Фазимат. И Вайтел Халангканс. Это оба очень страшные сказки. Коля, у тебя? У меня медвью, Diary of Womby Kid, и это все книги, которые The Blue Ballet делает. Знаешь? Это такие mystery stories, или как-то страшные миры. У Лизочки какие любимые книжки? Я люблю, когда я или... Которые я тебе читаю, допустим. Да. Ну, допустим, ты мне это много раз читала, это русские сказки и рассказы. Рассказы, например, там, про Денису, там... Про Дениску, Драгунский. Ага, и... А про сказки вы знаете. Про Миньку. Зощинка. Ну да, про Миньку тоже. История хорошая. И еще это... Сказки обыкновенные, вы знаете, там... Царевина Лягушка, Баба Яга, там... Какие рассказы, которые вы больше всего запомнили, больше всего нравятся на русском языке? Про Дениску. А из рассказов про Дениску, какой смешнее? Виси-виси. Главные реки, да? А про курицу, Курина Бульон? Точно, Курина Бульон, а не так... Бы, бы, бы. Бы? Смешно. А про рыцарей? Как он смешал пиво с вином. Старшие читают больше на английском. На русском они читают только в качестве наказания или задания от мамы. Лизочка читает больше на русском. Ну, она мало еще читает, но читает больше на русском. А я им каждый вечер читаю все вместе на русском обязательно. Да, и Никита, и нам... Мама сейчас нам читает сказки такие... Русский народный, и они вчера очень сильно удивлялись над сказкой «Молодильные яблоки». Ага. Соня была в шоке от этой сказки. Суберси-голода. Там тетка бить, 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 поцеловать. Это жесть. Хотите ли вы в будущем переехать в другой дом или город? Хотели бы вы в другой дом переехать? Ага. Я... Ну, может быть. Хотя этот дом очень хороший. Мама, я бы переехала в дом в таком месте, где не бывает землетрясения. Лиза землетрясения боится. Ее напугали в школе. Я тоже боюсь. Я тоже боюсь очень. У нас за 13 лет жизни моей жизни здесь не бывало ни разу землетрясения. О! А в другой город хотите переехать? Нет! Мама, в какой? Только если нет землетрясений. В Дубае. В Дубае. Коля, а почему в Дубае? Потому что там все очень классное. А землетрясения там бывают? Спрашивают про друзей Сони и Коли. Насколько близко вы общаетесь и что общего между вами? Про Улиза просто русская подружка чаще всего она общается. Марина. А у старших мы никогда видео не снимаем их друзей, потому что американских детей или чужих детей стараемся не снимать, чтобы не было проблем. Начнем с Сони. Соня, у тебя есть подруги? Да. Как их зовут? Эйва, Джослин, Бланка, Дженни, Месси. Очень много просто. А как часто ты с ними встречаешься? Нередко. Каждый день. Но в школе каждый день, а после школы? Иногда. Раз в пять в неделю встречаешься после школы? Нет. Недавно Соня собиралась идти ночевать к подружке, потом передумала. Да, да. Страхнула. Жаль. Ты чувствуешь, что это твои хорошие подружки, что у вас много общего? Да. Тебе с ними интересно? Они хорошие? Очень. Тебе хотелось бы иметь русскоязычную подружку или тебе проще с американскими? С американскими, нет. У меня там Бланка, она мексиканская. Серьезно? Да. Я не знала. Она мексиканская, хотя у нее такая кожа, как вот такая. Ну да. А у нее что, язык первый испанский дома? Да. Как твоего друга зовут? Ирин. Он тебе ровесник? Да. Кто он по национальности? Вет на низ. Он недалеко от нас живет? Да. Он Коли по ниже плеча? Да. Хотя ровесники. Что вы за компьютером любите играть? Компьютерные игры? Рублокс. Рублокс. Короче, они играют в компьютерные игры вместе. А у Лизы Марина, и вы ее много раз уже видели, правильно? Да, ты уже говорила. А еще здесь у нас на улице жила девочка на год младше Лизы. Она в прошлом году здесь жила. Оливия. Да, Оливия. Но они переехали, теперь больше не дружат. И раньше у меня в детском садике у меня другая подруга была. Ее имя было Алина. А, ну тоже русская. Да. Каких вы смотрите ютуберов? Американских или русских? Те всякие Майнкрафты смотрят. Английские. Я смотрю один канал, Афмал. Я смотрю всякие Майнкрафты. Я смотрю Unspeakable, это Moosecraft, Bagdad, The Press and Play, вот эти всякие. Лизочка, ты, конечно, смотришь русские, правильно? Ну, я никаких блогеров таких, как они смотрят, никогда не смотрю. Ты мультики смотришь, да? Ну, мультики. Блогеры иногда смотрю, но не такие, которые это у них. Другие. Викишоу смотрела? Викишоу. С Лизой Викишоу иногда смотрит. Еще я чуть-чуть смотрю этот канал Funny Family Games TV. Кали. В честь кого назвали детей, больше мне вопрос адресовался. Ну, коль дети здесь, я сразу могу сказать, что Соня, Лиза и Никита не в честь кого просто. Соню я всегда хотела, Соню, Лизу и Никиту папа назвал. Единственную Колю мы назвали в честь моего папы. Соня, хотелось бы тебе еще раз делать каре, отрезать волосы. Актуальный вопрос, Соня, я просила недавно. Я все забываю, я назначу тебя поэт на парикмахерскую. Мне, да. Соня собирается отрезать себе. Мне и Коля тоже хочет каре сделать. Соня, у меня длинные. Соня, у меня есть свиньи. Давай, давай, вот так, посмотри, какие длинные. Очень длинные. Какие ваши любимые фрукты? Яблока. Коль? Я не знаю, я подумаю. Хурма? Это гранат, знаешь, что это? А, да, гранат. Вкусно. Лиза? Я это обожаю, зеленый виноград и... Хурма? Не, я... Хурма-то очень вкусный, и виноград тоже. И виноград, и... Бананы? Как его? Киви, клубника, ну клубника я. Агельсин, банан? Мандарин! Список вопросов от одной нашей зрительницы. Лиза, с каким настроением ты обычно идешь в школу? Ну, не очень. Лень, да? Не лень, но волнуюсь я. Так, кем хочет стать, уже мы отвечали. Какая у тебя заветная мечта? Я мечтаю, чтобы у нас был хороший канал. А у нас что, плохой канал? У нас даже, это, только серебряная кнопка. А, окей, чтобы у нас была золотая кнопка, а лучше рубиновая. И даже фрильянтовая. Ну что, руки фломастерок, да? Да. Следующий вопрос к Коле. Весело ли тебе в школе? Да. Какая у тебя заветная мечта? Нет. Нету? Тебе все пофиг, да? Ага. Сонечка, к тебе. Какое у тебя любимое время года? Лето. Любимый фильм? Может, английский? Ну, самая новая, Jurassic Park, ты знаешь? Угу. То, которое... Парк Юрского периода последнего. Да. Какая у тебя заветная мечта? Я мечтаю, чтобы я могла летать. Я мечтаю, чтобы у меня были короткие волосы. Я мечтаю, чтобы я могла очень хорошо рисовать. Я много мечтаю. Ваши одноклассники знают, что у вас есть каналы и влоги? Только мои друзья. И моя семья. Ну, меня все знают. Даже Кнопка, что у нас есть, знают. Коля, у тебя знают в классе? Угу. А друзья знают? Угу. Ну, с недавнего времени, мне кажется, что буквально летом еще никто не знал, мы скрывали. Кнопка. Прогуливал ли кто-нибудь из вас в школу? Нет. Да. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Все вы прогуливали? А, это я просто думала, что ты вышла. Нет, вернее, не то, чтобы прямо не захотели и не пошли. Нет, такого не бывает. Если ребенок уставший, плохо себя чувствует, и я вижу, что ему надо отдохнуть, мы можем оставить. Это крайне редко бывает, но иногда такое бывает. Это очень редко бывает. Я думала, что ты сказала, просто... Ушел в школу и не дошел, да? Да. Бывают у вас плохие оценки? Да. Иногда. У меня пока оценки не дают. Кто больше всех из вас помогает мне по дому? Мне ответите или вы ответите? Ты. Так, мне в моем нужно видео отвечать, где я буду отвечать. Ты. Ты сама себе помогаешь. Я не знаю. Так, я сейчас расскажу Лиза, чем она помогает. Она прибирается в своей комнате и она помогает заботиться немного о Никите. Там что-то его может даже покормить, иногда уговорить что-то сделать. Ну, короче, Лиза помогает с Никитой. Я хорошо уговариваю Никиту есть. Соня с Колей, они моют посуду. Не всегда, но это бывает такое, довольно-таки часто, что они моют посуду. Они иногда моют полы, делают стирку, то есть они закидывают, вытаскивают, развешивают. Коля чаще всего это делает. Даже сворачивает и приносит вещи наверх. Что вы еще делаете? Мы чистим картошку. Чаще всего это Коля делает. Да. Накрываете на стол, убираете со стола. Убираю в своих комнатах. Убираете в своих комнатах. Убираете иногда в ванной. Да. Вот. Все это делаете вы с удовольствием. Вот так. Вот так, в середине вот это и вот это. Скажем так, Соня может даже приготовить что-нибудь покушать и накормить всю семью. Она уже пытается делать. Коля мне очень помогает, скажем там, когда я готовлю. Коля любит готовить, кстати. Коля может что-нибудь тоже хорошо приготовить. Коля, кстати, очень хороший вкус в еде. Сначала, когда меня, ты говоришь, прибирать, я отказываюсь, но потом начинаю, когда у меня это раздражает. Потом настроение поднимается, потом, когда я заканчиваю, уже у меня хорошее настроение и хочу еще прибирать. И она идеально, Лисочка идеально прибирается. Кто-нибудь из вас что-нибудь ломал когда-нибудь? Да. Давай вспомню, что я сломала. Посуду разбила. Когда было партики, я посуду разбила. Я взяла эту штучку и сбоку скинула. Еще Соня чуть Колю не повесила раз. Она его уговорила выиграть в повешенного принца, и я едва спасла Колю. Я котлет их в чемодане запих... Лисочка ломала у нас два раза розетки. Она запихивала в них что? За иголку и монетку. Следующий вопрос очень необычный. Нравится ли вам цирк? Мы никогда в нем не были. Некоторые не знают, что это такое. Некоторые знают, но ни разу не были. Дети наши никогда не были в цирке. Они даже практически не представляют, что это такое. А цирки сейчас существуют вообще? Вообще, да? Бывают. Легко ли быть ребенком? Да. Если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы сделали? Себе биллион денег из-за сюда. Я бы себе наказала крылья и кучу конфеты с... А ты, Соня? Крия. Соня, в какой школе ты будешь учиться после шестого класса? Ша, я думаю. Это далеко? Спрашивает. Да несколько виллистов. Так, скажем, если ехать на машине, то это 2-3 минуты. Мне кажется, 3 минуты. А я хочу с Ивы каждое утро на велосипеде тут уехать. Когда ты пошла в школу, ты не знала языка английского? Как ты общалась с учителями и детьми? Понимала, что нужно делать? Когда я пошла в школу? Ну, когда в кендер-гартен пошла. Первый раз, может? Тяжело было? Понимала хоть что-нибудь? Ничего не понимала. Меня посади рядом с Алиной, моей старой подругой. Она тебе все помогала? Она русская, она по-английски разговаривала, да? И она мне все время помогала, но в первом классе мы разлучились. Ты вообще ничего не понимала? Было тяжело? Очень. На этом все, хватит, потому что и так мы много ответили. Просим прощения у тех зрителей, на вопросы которых мы не смогли ответить, потому что было очень много вопросов. Очень много. В следующей части будут ответы и вопросы у взрослых. Следующую часть снимем с папой попозже. Ответим на те вопросы, которые были заданы взрослым. Дорогие зрители, если вам понравились ответы наших детей, то... Поставьте лайки! Еще напишите. Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok